В Сосветный день лёгких медицинские специалисты вышли на головную пешеходную в улицу города. Как нагадать же Харам про то, что шкодные звуки сгубно воздействуются на органы дыхания. Пройти тест при необходимости отримать информационные и адекватные материалы с рекомендациями специалистов. А так же на кировании на обследование в Брестской областной суперсухотный диспансер. Сегодня мы пытаемся перестать по-доброму к прохожим, для того, чтобы оценить возможные риски развития лёгочной патологии. Для того, чтобы предоставить информацию людям о том, что нужно органы дыхания очень беречь. Пневмония – сухот и рак лёгких. И это неполный спис захворвания органов дыхания. Смиротно-небеспечной может стать любая лёгочная патология. У Брестской области, как и у республицы, в целом означается снижение захворвания носухоты. За последние два года – вдвоя. По итогу этого полугодия мы имеем заболеваемость туберкулезом, впервые выявленными всеми формами, 12 на 100 тысяч населения. Изменились подходы к диагностике туберкулеза. Мы можем сегодня ставить диагноз уже в течение буквально трёх часов. Предварительный диагноз. Не имея модели лекарственной чувствительности. Лекарственную чувствительность в течение трёх-четырёх суток. Хроничная обструктивная хвороба и як выник рак лёгкого. В 90% случаев причиной изъявления злоякосных утворений выступает курение. Утым лику и пассивное. Миноватая эта звичка повышает риску развития онкопатологий органов дыхания в 30 разов. Было выявлено 241 новый случай по Брестской области именно заболеваний лёгочной системы злокачественными новообразованиями. Большая часть относится к районным центрам. Порядка 70 случаев приходится на город. На фоне предыдущих лет и общего роста онкозаболеваемости сохраняется тенденция роста онкозаболеваемости. Однако смиротность от захворывания у даденной локализации снизилась, означают специалисты. Это связано с укоронением методик скрининга и выявлением захворывания на ранней стадии. А луны своёчасово свернутся под опомогу. Если человека беспокоит, кашель даже по утрам, если появляется какая-то мокрота, гнойная, негнойная, если отмечают появление одышки, если появляются какие-то звуки в грудной клетке при дыхании, клепота, свист в груди, то это, естественно, является прямыми показаниями к обращению к пульмонологу. Специалисты нагадывают, не треба игноровать, что готовое флюорографичное обследование Миновита Яну дозволяет выявить порушения у работе органов дыхания на самых ранних стадиях, означать своёчасово уступить убратьбу захворывания.